Как приблизиться к Богу? Как приблизиться к Богу, которого я не вижу, но я могу чувствовать его присутствие? У каждого из нас бывают мысли о вечности. Рано или поздно каждый человек ищет божественного и задает экзистенциальный вопрос, а как же найти Бога? В каждой религии есть свои методы, обряды, заповеди и требования, чтобы войти в контакт с Богом. Каждая религия ищет благосклонности и защиты Бога, но Бог Библии открылся через Священное Писание и проявился в жизни и Личности Иисуса Христа, который есть Бог, воплотившийся в человеке. Он пришел обитать среди людей. Христос, 100% Бог и 100% человек, стал идеальным посредником в примирении людей с Богом. Это послание отличается. Речь не идет о чем-то, что я могу сделать, дабы привлечь благосклонность к Богу. Но это то, что Он сделал, чтобы я мог быть на связи с Ним. Это не мои старания, а Его совершенные дела. Его совершенные дела – это самопожертвование. Он отдал свою жизнь, пошел на крест, пережил ужасные страдания и понес осуждение за грех. Сегодня Он дает нам душевный покой и примирение с Богом. Какое-то необычное послание. Бог любви положил за нас такую цену. Мы можем знать такого Бога, мы можем приблизиться к Нему. Мы были созданы, чтобы знать Его. Нам доступна близость и привилегия личных отношений с Ним. Цель моих коротких программ в том, чтобы побудить вас приблизиться к Господу, узнавать Его все больше и присоединяться к Нему. Чтобы вы имели жажду по Нему каждый день и каждое мгновение вашей жизни с Богом. Он приглашает нас к этому близкому общению. Это ожидание видно в библейском тексте, в Слове Божьем. Книга пророка Исаии, 2 глава, 3 стих. «Придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас своим путям». Тут выражено желание приблизиться к Нему, прийти в Его присутствие. Дальше Исаия говорит такие слова. «Пойдем, вернемся к Господу». И все мы знаем текст из Нового Завета, где Господь говорит, «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Научитесь от Меня, слушайте Мои слова». И Иисус обратился с этими словами к народу в 11 главе. И народ ответил Ему. Люди приходили к Нему из всех селений и городов. Они шли в Его присутствие, чтобы получить слово жизни. Вы можете встретиться с Богом и приблизиться к Нему. Это доступно для каждого человека. В Новом Завете есть место, которое я хотел бы сейчас упомянуть. Это послание Иакова. Этот апостол говорит прямо и откровенно. Он написал «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам». Как мы уже сказали, желание приблизиться к Богу – это общая для всех внутренняя жажда. Но это приближение предполагает некие требования. Ну, во-первых, мы должны продемонстрировать реальную потребность не просто случайную мысль или нужду, а вызванную бедой, страданием или определенными обстоятельствами. Это должна быть постоянная необходимость в Его присутствии, потому что без этого мы бедные люди. Поэтому такая жажда – это двигатель поиска Бога. Также у нас должны быть средства. Это означает, что мы должны пересмотреть свои приоритеты, чтобы приблизиться к Господу. Иаков побывал в глубочайшем унынии. В 32 главе «Бытия» мы видим, как Он борется с самим Собою, а еще с Ангелом Господним. Он сказал Ему тогда очень сильные слова. «Я не отпущу Тебя, пока Ты не благословишь Меня». Его желание было очень сильным. Он предпринял все, чтобы узнать Господа как можно ближе. «Обеспечьте себя всем необходимым, чтобы встретить Бога и приблизиться к Нему». Для этого вам нужна полная уверенность. Мы можем иметь полную уверенность в том, что Он примет нас, приходящих к Нему. Он не изгоняет вон. Мы уверены, что Тот, Кто нас приветствует, Кого мы ищем и Кто позволяет Себя найти, это наш Небесный Отец. Он ожидает нас и встречается распростертыми объятиями. Поэтому ищите Его всем своим сердцем. Также нужно знать, почему мы Его ищем. Чтобы получить ответы, как вам такая причина? Найти облегчение в наших страданиях, получить наставление, увидеть свет, чтобы спастись. Да, это хорошие причины, но настоящая нужда — это быть вместе с Ним. В третьей главе Евангелия от Марка мы видим, как Иисус призвал своих учеников. Он призвал их, чтобы они были с Ним в первую очередь, а потом отправить их на миссию. Это ключевой текст, который говорит о призвании учеников и об отношении к христианской жизни в целом. Он призывает нас для общения. Я хочу, чтобы вы могли развивать это общение и чтобы ваши постоянные поиски давали положительные результаты, и вы могли бы пребывать в Его присутствии, чтобы быть с Ним, слушаться Его, и чтобы полностью очиститься. Иаков, который сказал, приблизьтесь к Богу, и Он, в свою очередь, приблизиться к вам, продолжает. Очистите руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные. Нам нужно очищение, потому что, когда мы приближаемся к Богу, Его свет становится все ярче, и Он показывает нам несовершенство в нашей природе, наше истинное состояние. Мы понимаем нужду в очищении, которое происходит через кровь Иисусом. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Приближаться к Богу – это вообще-то благо. И вот что пишет Ассав в 72-м псалме, когда Он столкнулся с внутренним раздражением. А почему это? У нечистивых дела идут лучше, чем у верующих. И в конце концов Он скажет, а вот мне благо приближаться к Богу. Ну и заканчиваю я сегодня еще одним местом писания. Это послание к евреям. 10 глава, 22 стих. Да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водой чистой. Это место надо перечитать и задуматься. Приступаем с искренним сердцем, зная, кто мы, с полной верою. Нужно идти с верой, с уверенностью, что нас встретят, и также очиститься от порочной совести. Это освобождение. Далее говорится, омыв свое тело водой чистой. Это значит подходить с большим почтением. Будьте уверены, что будете вознаграждены присутствием всемогущего Бога. Вас найдет Господь, Который вас очень сильно любит. Я надеюсь, что смог пролить свет на том, как приблизиться к Богу. Ведь это своя методика, и ее нужно соблюдать. Давайте применять это на практике, и вместе мы станем еще ближе к Нему, к нашему Творцу. Приблизьтесь к Богу, и он обязательно приблизится к вам. До скорой встречи, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok